«Единственная провинность – их родственные связи со мной, оппонентом Назарбаева». Цитата Дарига Назарбаева. Мой муж Рахат Мухтарович Алиев из очень почтенной семьи. Его отец-академик, доктор медицины профессор Мухтар Алиев, самый знаменитый хирург в стране и известен далеко за ее пределами. Человек, спасший жизнь десяткам тысяч людей. Государство отметило его вклад в развитие здравоохранения самой высшей наградой – орденом Халык Кахарманы, Герой Казахстана. Рахат блестяще проявил себя на самых ответственных государственных постах. Вот уже два года он посол Казахстана в Австрии и в ОБСЕ. Почему пугают генералам Алиевым? Думаю, бояться его должны около десятка очень состоятельных людей, у которых совесть нечиста, которые не дружат с законом. Рахат – человек бескомпромиссный, жесткий, прямой. Будучи по профессии врачом-хирургом, он пытался применить хирургическую практику и на ниве наведения порядка в стране. Есть злокачественная опухоль, значит, ее надо вырезать. Его позиция положена законом «исполняй». С Алиевым связано много событий, к которым можно применить слово «впервые». Возглавляя налоговую полицию, он впервые заставил иностранных бизнесменов уважать наши законы, сняв с них иммунитет неприкосновенности. В глазах миллионов казахстанцев они перестали быть высшей кастой, снизошедшей с небес, и начали исправно платить налоги. Задержал машину таджикского посла, сплошь набитую наркотиками. Снял иммунитет неприкосновенности с многих отечественных компаний, переступить порог которых даже и в голову не могло прийти налоговикам. Мощная крыша в столице служила самым надежным мандатом. С его приходом значительно увеличились поступления в бюджет страны, и это были очень непростые годы в жизни нашей страны, 1996-1999 годы. Рахат поднял статус и престиж налоговиков, таможенников, кое-кому это пришлось не по вкусу. Эти же люди переполошились, когда он пришел работать в КНБ. Здесь он получил доступ к информации обо всем, что происходит в стране, чьи интересы на чем завязаны, о коррупционных сделках уважаемых аксакалов от политики. Последние лишились возможности фильтровать информацию, поступающую к президенту. Ведь не зря же Рахата в народе назвали комиссар Каттани. Он доказал, что и один человек в поле воин. И еще цитата газета «Коммерсант». Наиболее резонансной стала запись разговора, который приписывается господам Ни и Мельцеру. В беседе, датированной 11 июня 2007 года, люди с голосами Владимира Ни и Игоря Мельцера обсуждают план кампании по дискредитации экс-посла Казахстана в Австрии, бывшего зятя президента Рахата Алиева. На этой пленке человек с голосом Владимира Ни, ссылаясь на распоряжение хозяина, требует от собеседника, говорящего голосом Игоря Мельцера, увеличить количество публикаций о злодеяниях господина Алиева. Надо, чтобы у подлеца земля под ногами горела. Давай, как договаривались, про пытки и истязания публикуй. Надо Рахата заставить показать свою подлую сущность. В ответ на то, что для таких публикаций нужно побольше фактов, голос, якобы принадлежащий господину Ни, отвечает. Это не твои дела. Там завтра Бауржан, Бауржан Мухамедов, глава МВД, повторно всё обыщет, официально всё там найдёт. Доказательства, отрезанные пальцы, лекарства, иголки. Один из фигурантов скандала Игорь Мельцер в беседе с корреспондентом коммерсанта назвал опубликованные в сети аудиофайлы собачьей чушью. Указаний я вроде не получал, да и такого разговора вроде не было. Я не помню, чтобы такой разговор был. И перестаньте меня записывать. Необходимые пояснения. Владимир Ни, миллиардер, номинально один из владельцев металлургического концерна «Казахмыс», издатель газеты «Время». Игорь Мельцер, редактор газеты «Время». Хозяин – президент Казахстана Нурсултан Назарубин.